Всех приветствую на канале Дорогие Михаил Илюшин. Приглашаю прокатиться по улице город Ершова, Саратовской области, 18 октября 2024 года. Посмотреть, как это было. Предыдущий сюжет, кто смотрел, выехали из Саратова через 229 поселок Горный, через поселок Горный, потом проехали дорогу от поселка Горный до Ершов. Вот Ершов, город. Немольшая информация взял я из источников интернета. Если кто хочет найти, может много есть. И Рубики. И город. Города. Рус.ру. Вот оттуда я взял. Гершов. Небольшой город Саратскую область. Расположен на реке Малый Узель. 180 километров. Это было основа центра города Саратова. Общие данные, исторический фактор. Основание населенного пункта произошло во время строительства Рязанско-Уральской линии в 1893 году. В 1904 году в населенном пункте появилась первая школа, спустя 12 лет библиотека. С декабря 1936 года и по наши дни город находится в составе Саратовской области. Но какую информацию я взял, я вам это выберу. У меня то, что зацепило, вот что я вам скажу. 23 школы в Ершове. На 18 тысяч человек с чем-то. 23 школы. 38 дошкольных учреждений. Ну и от садиков, понятно. Музыкальная школа, детская и юношная спортивная школа, дом торчества, исторический музей, филиал аграрного техникума, две библиотеки, стадион юноши, филиал СГУ, два дома культуры. Ну, 23 школы, что-то как тут. Не знаю. Надо товарищу позвонить, к которому мы заехали, дальше вы увидите. И вот еще. Общая численность жителей на 2023 год составляла 18,1 тысяч человек. Данное, это показывает стабильное снижение численности населения жителей. В январе 2019 год по числу жителей Ершов занимал 685 место из 1117 городов России. Ну, я вам дал, конечно, еще какую информацию там прочитайте. Ну, кто хочет, может найти в интернете, спокойно все это есть. Это вот такой был день, конечно, кто помнит, начало 18 октября выехали из Саратова. Это я, говорю, эти сюжеты, посвящаюсь своей старшей сестре самым днею, как она спотянулась. Вот мы ездили по селу Горн в горестное место на кладбище и вот аккуратно решила поехать с другой дорогой через Ершов. И потом уже в сторону Энгельса и через Энгельс домой. Далее, какие сюжеты уже сами поняли, что поедем уже по трассе от Ершова в сторону Энгельс-Саратова. Тоже вот эти участки вам все покажут. Где там дождик начался, где заторы. Тоже этот день вам покажу. Ну, здесь вот мы въехали, я не был в Ершове, как бы вам, ну, наверное, с 9-го и какого-то года, или 8-го. Здесь я мало катался, не ездил, почему-то потянул направо, обычно-то налево всегда тянет, но повернул направо. Но заехали куда-то не туда, потом выехали и поехали уже, поехали по главной дороге, куда показывают главные дороги, знаете, обычно так я катаюсь. Ну, решил вот еще заехал и плюс вам, кто не был в Ершове, можете представить, что это за город, где тут еще у них вот гаражные кооперативы, какие улицы захватил. Так бы, конечно, транзитом, когда проехал бы через Ершов, практически его и не увидишь. Если вот с чего я начал сюжет на этой дороге объездной, то в Ершов и не заедешь. То есть направо я бы ушел и мы бы уехали. Мы на эту дорогу еще выйдем, конечно. Вот. А я тут уж и решил, заедем, посмотрим. Правда, прохладно как-то было все-таки теплее, чем в поселке Горном. И вот еще запечатлелся товарищи вместе в Академии Учитесь, так что вот он не в курсе, но я его покажу. А здесь вот заехали, чувствуя, что-то как-то не к центру эта дорога идет. Ну, смотреть так, смотрите. Любители вот таких приключений. Сейчас развернемся и обратно поедем. Вот с вами встретился, там поболтали, поговорили. Даже что-то мы на площадь не пошли, некогда было. Обычно же мы всегда на площадь, где памятник погибшим, павших в Великой Отечественной войне. Ну, разболтались, давно не виделись уже, я не знаю, больше 10 лет. Это точно. Вот. И поехали обратно, потому что надо было еще срочно заехать в Лендельс. Как обычно, жизнь, суета. Куда-то мы торопимся, куда-то мы спешим. И это успеть, то успеть, а потом бац, и уже все. Оказывается, спешить никуда не надо. Ну, пока живо, вот так и двигается. И о том, что я не весь Ершов вам показал, и весь его проехать тоже несерьезно. За день улиц много. Ну вот, хоть чуть-чуть вы можете представить. Да, вот после поселка Горного, разно-партизанский район, где там 4 тысячи с чем-то населения районной центры. Вот тоже районный центр Ершов. 18 тысяч. Хотя было самое большое, я посмотрел там по статистике, было 25600. В 19-м шагане, ну где-то так вот. В 16-м часу точно не буду вам обманывать. Можешь саммит найти и посмотреть. То есть вот такая цифра была. Куда все уезжают, куда все разъезжаются из этих районов центров. В Москву, все в Москву, Питер, Москва, куда еще там, Краснодар. Куда люди едут за лучшей долей. Ну вот, может быть то, что когда мы ехали в Горный, мои впечатления о том, что настроение, конечно, было, ехали все-таки в горечное место. Вот потом уж уехали, какая-то вот прошла вот этот камень какой-то или еще что-то. То есть постояли. Отпустил, можно так сказать. И как-то вот уже, если можно сказать, в этот день чуть-чуть повеселело. И тут еще товарищ, который давно не видел, но все-таки человек такое, существо, которое не может всегда быть унылым. Особенно я почему-то. Платил и день памяти. Старшей сестры. Ну и о том, что вот мы выехали и поехали далее. И тут перед нами тоже какие-то такие, то ли не Ярушевские, тоже медленно так едут. Не знает, наверное, куда. Но я поверил навигатору, я нажал, чтобы нас довелся. Он довел до площади. Я просто знаю, что там товарищ Красный, вместо его работы. Да и мы вместе с ним работали, я просто знаю, где это. И, ну, ладно, пусть ведет, как ведет. Хотя вот можно было налево уехать, там можно было еще как-то. Ну, то есть тут, кто знает, дорог много. Но он меня вел наикратчайшей дорогой. Навигатор. И заодно, смотрите, да, видели там и двухэтажечки, и трех, и даже пяти были. Здесь уже частный сектор местами. Тротуар с правой стороны, и с левой тоже вот есть. Я всегда рассказываю, для чего это показывает. Для тех, кто никогда не был, чтобы имели представление. Для тех, кто был и не может приехать. Но и для себя, в очередной районный центр, себе в копилочку и в свои сюжеты. Я это выставляю и вам показываю, чтобы потом не говорить, для чего. И вот это все показывает. Да, есть в Яндексе дороги. Карта там нажимаешь, и тебе показывает все дороги, как куда проехать. Ну и у меня альтернативный показ. Дорог и плюс еще показывают такие улицы. Что характерно, там в Яндекс карте не пишут, какая улица. Но я сейчас уже говорю, вот 5, уже точно 4, перешел на новый формат со смартфона снимать. Там картинка почетче, посветлее, как мне написали кто-то. И быстрее я выкладываю сразу со смартфона. 10-8 минут. Не столько времени занимает теперь за компьютером. Но тогда там, конечно, я не делаю, где какая улица. Но все-таки я буду продолжать вот так. Если в районный центр, куда буду езжать с регистратора вам показывать. Вот, нечесть проезжаем. И так же по Саратову или где-то буду вот со смартфона быстрее вам. Ну, там вертикальное видео. Там оно на смартфоне, конечно, удобно смотреть вертикально. Хотя вот в Рутюбе смотрел, смотрел. Он никак не выкручивает Рутюб. Переворачивает горизонтально. И он как-то вот не понял я. Ну и ладно, вот Дзене показываю. Вот забыл вам сказать, как обычные исторические кадры. Вертик, Рутюбе, Дзен в Яндексе. Выкладываю данный сюжет. Смотрите, подписывайтесь, пишите, читаю, отвечаю. Для того, как удобно. Все как обычно. Да, но если я не попал с названием улицы и местных жителей Диршов, слушай, извините, уж простите. Ну, брал с картой Яндекса. Может, что-то попутал. Но старался, старался. Ну, почему тут у меня в голове Диршов численности, я думал, 30 тысяч. Где-то у меня в голове это всегда какая-то цифра была. А она, оказывается, 25 тысяч такой. 25 тысяч 600 самый максимум был. Ну, если верить, то есть статистике, которую я нашел. Здесь вот подъехали. Здесь вот улица Московская оживленная. Уступаем дорогу. Впереди стоял товарищ, долго пропускал. И я что-то вот этот момент, тот, когда делал, монтировал, забыл этот вам смонтировать, чтобы время ваше не терять. А теперь вот товарищи передо мной. Их двое были. Он даже поворотник не стал включать. Ни к чему, наверное, это ему было. Ну и здесь вот проедем до улицы Московской. Доедем до моста там. Или до какой-то, ну где, водоем. И потом, когда с площади выйдем, Новая Ершовская дорога или улица какая-то там. Я не знаю, откуда он начинался. Я примерно, как обычно, говорю вам. До метр я не стал. А здесь вот доезжаем. Здесь есть смотровые площадки на этот водоем. С правой стороны есть. То есть езди летом погулять, где прохлада. Хоть до сих пор не знаю я. То есть как-то вот такой город, да. Конечно бы, конечно. Вот я хотел дома знать, что зайдем, не зайдем. Хотели выйти на эту смотровую площадку, но что-то прохладное настроение не было. Дурбан вышел, с ним минут 10 поболтали и еле поехали. Все-таки осень есть осень. И после дождя, все-таки это вам не солнечный день. Ну, а здесь вот центральная площадь направо. Налево пешеходная зона. Да, я ее не инстаграфировал. Ну, некогда что-то было. Кому охота в это увидеть, приезжайте, смотрите. Здесь мы как раз вот и порканулись. Когда подъехали, место искали. А когда уже минут через 15, народ начал уходить. Ну, вот попал он в кадр. Провожает нас Олежка. Отвернулся он чуть-чуть, он в руку и махнул. Увиделись, да. Все-таки, когда редко видишься встречи, намного ярче, приятнее. Ну, и дальше выезжаем. Справа как раз была пешеходная зона, слева площадь, слева там были памятники погибшей Великой Отечественной войны. То есть мы что-то вот этот момент упустили. Не пошли, не прошлись. Встреча с графией не делали. И потом, когда отъехали, я своей жене говорю, ну-то что же, даже нас вот с другом он не инстаграфировал. Вообще из головы, ну, может такой-то день тоже, как бы, не совсем, как-то в голове укладывал. Тем более, с 4 часов уже утра не спали, пока выехали, пока ехали. Погода была, конечно, вот. Да, вот здесь, получается, я не знаю, где тут Московская улица не заканчивается. Через мостик, и вот где-то начинается другая улица. Так, я понял. Ну, а дальше, вот как это получилось. Новая Ершовская улица. Да, здесь я должен был заехать в магазинчик. Магазины на каждом углу. Вот когда я был в последние, в те дальние годы, нулевых магазинчиков, так много не было. Они были, но не на каждом углу. Город преобразился, дороги центральные, какие мы проехали, все асфальтированные, тротуары есть, даже светофоры. Ну, вот такой центр. Сейчас мы выезжаем как раз на объездную дорогу. И все. И вот так вот транзитом проехали. Ну, сравните, да, вам, конечно, вот можно сразу сравнить поселок Горный. Этого же дня мы ездили, вот этот город уже, ну, там поселок районный, а здесь город, конечно же, не сравнится. Сразу чувствуется, да, вот эту густонаселенность, сколько домов, сколько людей, в сравнении с поселком 4 тысячи и 18 тысяч, все-таки чувствуется, да, разница. В Волынске 12 тысячи, то тоже как-то меньше людей, вот сколько я проезжал, все из вас, где же люди. А здесь, смотрите, пятницы, и машины, и люди, и все ходят, все куда-то двигаются. Дома здесь разные, всякие есть, и хорошие стажи разваливаются, но все, есть, главное, люди живут. Ну, вот после дождя, конечно же, вот не совсем, да, вот так вот приехать, когда мы вот показывали полиснег, и тогда солнышко, конечно, другой вид. Только не надо писать, что унылый, что все вот так вот плохо, при плохой погоде, везде, где грязь, где дожди, там всегда уныло. Даже на морях, я вам скажу, отдыхали, когда идет дождик, тоже ничего хорошего-то, настроение падает. Ну, вот здесь вот выехали, и все, вот она, самая такая дорога, чтобы не заезжать с вершов ее, объездная. И эта дорога, если развернуться в другую сторону, то есть дорога уже в Дергачи и Возинки. Когда-нибудь я еще доеду, чтобы копилочку этой тебе и вам показать, кто не был ни разу. Ну, конечно же, не могу сказать, когда, но съезжий обязательно остался, у меня не так много, да, больше половины уже я районных центров проехал в Саратовской области. Ну, так, сейчас вот будет тут развилка. Потеряться трудно, ну, и прямая дорога уже в Дай-Энгельсер. Я вам показывал тогда раз-два, и в этом году показывал, в прошлом, в 21-м году мы ездили в Красный Кун, ездили в Новоузенск в этом году. Тюльпаны смотрели так, что дорога там практически уже известна, но все равно покажу. Ну, а здесь заканчиваю. Благодарю всех за просмотр, с какого момента закончилась. С такого следующий сюжет и начну. Благодарю всех за просмотр, берегите себя, не болейте. Оставайтесь со мной. Будьте внимательны на дороге, аккуратней. Ну, и следующий сюжет по трассе, как раз можно будет, я свои эмоции вам расскажу, как сравнить с R-229. Хотя мне все говорят, что эта трасса, вот эта дорога, намного приятнее, чем R-229. Ну, посмотрим, покажу. Музыгальное сопровождение сами услышали, какой, да, рок советский. Ну, а до встречи в новых сюжетах. Всем пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова